Телеурок Здравствуйте, дети! Приветствую вас на уроке математики. Меня зовут Асель Кубатовна. Сегодня мы проведем урок математики вместе. Встало солнышко давно, заглянуло к нам в окно. На урок торопит нас математика сейчас. Вкусный счет, ребята. Запишите следующее число. Первое слагаемое – пять. Второе слагаемое – пять. Третье слагаемое – пять. Найдите сумму. Замените умножение. А если возьмем два слагаемых по пять? А если возьмем одно слагаемое – пять, сколько получится? Верно. Пять. Дан ряд чисел. 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Что вы замечаете, ребята? Продолжите данный числовой ряд на три числа. Следующие три числа – это 15, 10 и 5. Найдите лишние выражения в каждом столбике. Правильно. Лишние выражения. 6 плюс 9 плюс 6 и 13 плюс 13 плюс 31. Так как слагаемые в этих выражениях разные. Вычислите значение выражений. 36, 5, 57, 21, 15 и 63. Молодцы, ребята. Сегодня Знайка решил научить Незнайку решать примеры и задачи. Давайте мы ему поможем. Знайка – математик в гостях у нас. Значит, с новой темой познакомится класс. Сегодня мы откроем без сомнения очень нужное для нас свойство умножения. Будьте все бдительны, активны и старательны. Много тайн умножения скрывает, но Знайка о тайнах этих знает. Тайну единицы и нуля тоже знаю я. Ее вы раскроете сами, дети. Вы самые любознательные на свете. Ребята, я предлагаю выполнить задание, которое поможет определить тему нашего урока. Вычислить примеры, заменив умножение сложением. Догадайтесь, почему некоторые выражения подчеркнуты. Примеры 1 умножить на 7, 1 умножить на 14, 0 умножить на 13 и 0 умножить на 9 не смогли заменить сложением. Создалась проблема. Назовите тему урока. Тема нашего урока – приемы умножения единицы и нуля. А еще сегодня на уроке мы поговорим о схемах и рисунках. Чему будем учиться на уроке? Научимся умножать единицу и нуль на любое число. Решать примеры и задачи. Посмотрите на экран. Знакома ли вам эта картина? Картина Васнецова «Богатыри». На каких уроках и занятиях мы с вами знакомились? На уроке чтения. Сколько богатырей на картине? Три. У каждого богатыря по одному коню. Сколько коней у трех богатырей? Правильно, три. Как узнали? Как решить задачу с помощью математического выражения? Единица прибавить единицу и прибавить единицу равно трём. Или 1 умножить на 3 равно 3. Ребята, откроем тетради, запишем число и классная работа. На полях поставьте восклицательный знак, если активно работали устно. Часто поднимали ручку, отвечали правильно. Всё было понятно. Плюс. Старались работать, но не всё получалось. И минус. Не получилось работать на устном счёте. Посмотрите на рисунок. А что такое рисунок? Рисунок – это какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств. Конторной линии, штриха, пятна. Что изображено? Тоже кони, а на них всадники. На пять коней сели по одному всаднику. Сколько всего всадников на конях? Пять. Вы в тетради сможете быстро сделать такой рисунок? Нет, ребята. Как мы в тетрадях можем это показать? С помощью схемы. Что такое схема? Схема – это изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах. Упрощённо. Когда мы используем схему? Чем отличается рисунок от схемы? Что часто используем на математике – рисунок или схему? Правильно, схему. Прочитаем следующую задачу. Шесть птичек сидели на ветке. У каждой из них в клюве было по одной вишни. Сколько было вишен? Посмотрите на рисунок задачи. Как изобразим задачу в тетради? Схемой. Запишем выражение сначала сложением. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 и плюс 1 равно 5. Запишем умножение. 1 умножить на 5 равно 5. Обратимся к записям на доске. Попробуем сделать вывод. Вам поможет памятка. При умножении единицы на число получаем то же самое число. Ребята, мы хорошо поработали и пришло время отдохнуть. В ладоши мы похлопаем и чуть-чуть потопаем. Раз – присели. Два – привстали. Три – нагнулись и достали. Правой ручкой башмачок, левой ручкой потолок. И еще разок присядем, а теперь на место сядем. Мы устали чуточку, отдохнем минуточку. Давайте решим задачу. Сидим, купила 5 карандашей по одному сому каждый. Сколько стоит эта покупка? Можно ли эту задачу решить с помощью рисунка? Да. Как нам удобнее изобразить в тетради схемы? Решение задачи. 1 умножить на 5 равно 5. Ответ. 5 сумов стоит покупка. Ребята, посмотрите на рисунок и ответьте на вопрос. Сколько огурцов в четырех корзинах? Как вы уже заметили, корзины пустые. В них отсутствуют огурцы. А в математике цифровой знак, обозначающий отсутствие величины, это ноль. Ноль умножить на 4. Это значит к нулю прибавить ноль, прибавить ноль, прибавить ноль. Равняется нулю. Перед вами памятка. При умножении нуля на число получаем нуль. А теперь выполним тест. Тест на минуточку. 1 умножить на 26. 0 умножить в скобке 21 минус 8. 17 плюс 80 плюс 3. Проверьте себя. Оцените себя. Восклицательный знак. Все правильно. Плюс одна ошибка, минус две ошибки. Ребята, давайте подведем итоги. Что нового узнали на уроке? С каким правилом познакомились? Пригодятся ли знания, которые вы приобрели сегодня на последующих уроках математики и в жизни? Вот и наш знайка вместе с вами просветили незнайку и научили умножать единицу и нуль на любое число. Решать примеры и задачи. Домашнее задание. На выбор. Записать 10 примеров на умножение нуля и единицы. Или придумать задачу, в которой нельзя начертить схему. Ребята, оцените свою работу на уроке. Посчитайте количество пунктуационных знаков. Если больше восклицательных знаков, то 5. Если больше плюсов, то 4. Если больше минусов, то 3. Выберите смайли, которые соответствуют нашему настроению в конце урока. Всем спасибо за внимание. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова